Мы должны всегда ощущать себя в зависимости, то есть, если нам Москва не пришлет денег, то как мы выживем? Отсюда и идут вот эти посылы Кадырова. Помните, он заявлял, что столько-то миллиардов в год дает нам Москва. Откуда мы эти деньги возьмем? Тумсо знает, что отец Басаева тоже пал в сражении против русских, когда оккупанты хотели их взять в плен. Его отец-старик дал отпор и пал в бою. Да, я знаю эту историю. Вообще вся семья Басаевых, у Басаева не было ошибок, говорит. Пошел на выручку дагестанцев, которых убивали, окрушив с гор федералы, зная, что это повод к началу новой войны выбрал спасти жизни дагестанцев. У Басаева не было. Тумсо, добрый вечер. Правильно ли понимаешь, что Кадыровские власти не создали большого количества производства на территории Чечни и не развили современное сельское хозяйство? Про науку молчу уже. Ну, ты очень мягко так, знаешь, сказал. Не развили, как ты сказал? Не создали большого количества производства на территории. Это очень мягко. Это создается впечатление, что они какое-то малое количество создали. Нет, на самом деле, конечно, нет. Я бы сказал, что они практически не создали вообще никакого производства. Они превратили Чечню в такой регион обслуживания. То есть, очень много малого такого бизнеса, но в сфере именно обслуги, понимаете? То есть, очень много, допустим, ресторанов, всяких домов торжеств. Просто полно. Выбор нереальный. Очень много всяких салонов красоты, парикмахерских, каких-то, ну вот в этом направлении, в общем, каких-то там услуг, чтобы делать людей красивыми. Очень-очень много. Реально тоже конкуренция высокая. Но вот чтобы, допустим, что-то именно производить, что можно было бы наоборот экспортировать, понимаете? Такого, конечно же, нет. Ничего подобного не делается. И делать это они, походу, не собираются. И вот здесь вот вопрос. Они как бы сами не хотят это делать или сверху им не дают? Я думаю, им все-таки не дают. Я считаю, что это все-таки был бы и их интерес, на самом деле, поставить такое крупное производство. И я знаю, что Кадыров очень серьезно лоббировал вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода Роснефти. И даже территория была выделена. То есть, у него где-то на каком-то уровне, видимо, там, на этапе каком-то переговорном получилось добиться некого ответа, что да, все, типа, строим. Но это, по всей видимости, была какая-то обманка. И они тогда, я помню, какую-то бурную деятельность развили на одной из окраин Грозного, где раньше были заводы, кстати, тоже. Там они, значит, территорию сразу огородили. И даже капсулу там зарыли. Что, типа, вот сейчас здесь начинается бурное строительство нефтеперерабатывающего завода. Как вы понимаете, нет. Ничего подобного, конечно же, не произошло. Никто там не собирался. Роснефти вообще это неинтересно. Нефть качается, нефть перегоняется эшелонами, трубами. В основном по республике трубами собирают ее, по-моему, червленная наливная называется. Место туда они ее, значит, загоняют, а дальше уже эшелонами эту нефть отправляют. Но перерабатывать ее на территории республики не хотят. С чем связана такая политика? Я думаю, как раз с тем, чтобы не давать нашим регионам, и это касается не только Чечни, а вообще кавказским регионам, не давать им возможности стать самодостаточными. Мы должны всегда ощущать себя в зависимости. То есть, если нам Москва не пришлет денег, то как мы выживем? Отсюда и идут вот эти посылы Кадырова. Помните, он заявлял, что столько-то миллиардов в год дает нам Москва. Откуда мы эти деньги возьмем, если мы будем независимыми? Как мы будем содержать? Вот чтобы у людей не было ответа на этот вопрос, чтобы и Кадыров не знал как. Поэтому нам не дают их развивать. Если у нас будет хорошее производство, будет хорошая экономика, если регионы перестанут быть дотационными, начнут сами себя обеспечивать, да еще и федеральный бюджет что-то там скидывать в виде налогов, допустим, то, ну, хочешь не хочешь, начнут возникать мысли, а почему бы нам не отделиться, зачем нам еще кого-то содержать, какие-то там бедные регионы в России или вот этих зажравшихся чиновников в Москве, зачем нам это надо, лучше мы будем оставлять это у себя. Это неизбежно, эти мысли возникнут. И я думаю, Кремль понимает прекрасно, что нельзя давать этим мыслям у нас зарождаться, тем более мы уже как ненадежные себя показали, показываем на протяжении этих веков, ненадежными с точки зрения России, я имею ввиду, постоянно стремящимися выйти из-под оккупации и жить свободно, иметь собственную государственность. И поэтому они постоянно держат нас вот на таком контроле, постоянной зависимости и не дают нам никакое производство у себя развивать. Он сознает, что отец Басаева тоже пал в сражении против русских, когда оккупанты хотели их взять в плен, его отец-старик дал отвор и пал в бою. Да, я знаю эту историю. Вообще вся семья Басаевых, это очень достойная семья, они все очень достойно себя повели, огромные потери поднесла именно эта семья в этих боях. Басаева, как бы сильно его не демонизировали и какие бы действительно ошибки он не совершил, в целом это был абсолютно идейный человек, нигде и никогда себя не испачкавший какими-то криминальными историями, похищениями людей или какими-то схемами, знаете, подобными. Типа, когда ты сам не похищаешь, но покровительствуешь тех, кто похищает. Ничего подобного, никогда связанного с Басаевым, никто не может предъявить. Даже вот эти вот его ненавистники сегодняшние кадыровцы, они ничего такого не могут ему предъявить. Потому что он реально, он был человеком как будто бы вообще с другой вселенной, полностью идейным, понимаете. Я даже разговаривал с человеком, который был с ним в Абхазии, то есть он вообще у истоков появления Басаева как полководца, он был с ним. Он рассказывал о том, что даже воюя в Абхазии, условием того, что ты находишься в отряде Басаева, было то, что трофеи не берет. То есть Басаев и его ребята не брали трофей. Под трофеями я имею в виду не оружие, оружие, которое, я имею в виду, там, имущество типа машины, ничего подобного они брали. То есть обязательным условием Басаев ставил, что мы сюда приехали не за трофеями. То есть это такой человек, который своим примером поражал людей. Ему никто не пытался с ним даже оспорить вот его лидерство, понимаете. Люди были счастливы быть под его управлением, под его руководством. Потому что он никогда никому не давал идти вперед себя в бой. И он это доказал на минном поле, когда он потерял ногу. Он не дал никому идти впереди себя по минному полю. То есть он своим вот этим, своей немеримой просто какой-то, немеренной храбростью, смелостью, он завоевывал сердцем, он показывал, что втягаться с ним в этом вопросе никто не сможет. Никто не мог претендовать далее, считать себя достойным, чтобы сместить его и так далее. То есть в этом плане он был реально очень таким феноменальным человеком. Ну и его способности как полководца и как организатора боевых акций, ну их невозможно переоценить. Наверное все вы заметили, как сильно изменилась война на Кавказе со смертью Шамиля Басаева. Вот до того, как Басаев пал Шахидом, иншала, постоянно происходили какие-то акции у нас. Операция в Назрании, боевая операция в Грозном, в Нальчике, что-то. Весь Кавказ просто что-то там происходило постоянно. Причем это были такие прям серьезные операции, войсковые операции. И они практически всегда были очень успешные. Как только Басаева не стало, мы больше не видели никаких подобных операций. Я уже не говорю там про то, что было до этого, про Гудеоновск и так далее. У Басаева не было ошибок, говорит. Пошел на выручку дагестанцев, которых убивали, окрушив с гор федералы, зная, что это повод к началу новой войны выбрал спасти жизни дагестанцев. У Басаева не было ошибок, это очень странное заявление. Он же не пророк, защищенный от ошибок. Конечно, были ошибки. У всех нас есть ошибки. И у Басаева они тоже были. Но при всех этих его ошибках, при всех попытках его демонизировать, Басаев был пропитан идеей свободы для своего народа. Причем абсолютно искренне. У нас немало было таких, тоже амниров, болевых командиров, которые, они все в конечном итоге ушли очень достойно. Но в период, в международный период, немало из них испачкалось всевозможных таких криминальных историй. Опять-таки повторю, они затем исправились, и из этой жизни они ушли очень достойно. Поэтому о них мнение исключительно хорошее. Но вот был такой период межвоенный, когда были трудности с финансами и так далее. И вот они как-то впали в эти ошибки, когда они либо сами непосредственно участвовали в криминальной деятельности, либо покровительствовали тех, кто замешан в этих криминальных историях. То есть те, кто были на таком более высоком уровне, такие генералы, так скажем, наши. Они покровительствовали каких-нибудь там местечков, амиров. Подобные вещи встречаются. Басаев себя нигде ничем подобным не испачкал. То есть человек в самом начале, как начал свою борьбу идейно, он так и закончил ее идейно. Мы же понимаем, что Басаеву ставят в ошибку, в том числе и ты, Тумсо, поход в Дагестан. Ошибки были, но не в те, в которых его приказывают. Ну, конечно, безусловно, это ему ставят в обвинение, и в том числе и я, и не только я. Ну, как в обвинение? Кто я такой, чтобы ему в обвинение ставить? Неправильно, наверное, так высказаться. Я считаю это его ошибкой, вот так будет правильно сказать. Но это, во-первых, ему как раз в обвинение ставил и президент, и многие. И по моей информации, от людей, которые общались с ним уже во время войны, когда он потерял ногу, они все свидетельствуют, что он сам тоже признавал это своей ошибкой. Поэтому, ну, кто-то может, конечно, упрямствовать в этом вопросе, говорить, что нет, ошибкой не было. Ну, это ваше как бы дело, никто вам это запретить не может. Как и вы не можете нам, конечно же, запретить считать ошибкой то, что и сам Басаев признавал ошибкой. Субтитры создавал DimaTorzok